то что в сердце есть поделиться это передачи вот и на самом деле я несколько вещей по ним познаю по пути своего духовного пути через слово через опыт о передаче или импортации да и на самом деле раньше я не чувствовал что это важно даже можно сказать немножко может быть даже скептически относился к некоторому такому как бы но страсти получить помазание у некоторых людей которые бежали чтобы за них помолились сейчас я так не думаю почему не думаю потому что я увидел в слове в познании и в опыте в своем личном я пережил передачу и некоторые люди они молились за меня с возложением рук некоторые молились сознательно передавая некоторые из молились несознательно передавая но они передавали вот и потом я стал замечать что я получил что-то такое что раньше не имел после этой молитвы это так знаете не сразу проявилась что раз и вот так сразу в силе стало проявляться все что-то такое новое но стало потихонечку восходить как будто так вот заря восходящий и когда за меня некоторые люди молились пророческие апостольские я стал чувствовать что стала подниматься как как заря помазание духа святого и откровение стали приходить легче стало приходить переживание духа духа святого и присутствие помазания духа святого присутствие божия я стал чувствовать что не надо напрягаться после некоторых молитв что мне надо было столько делать усилий чтобы ходить в духе святом что мне было лежа легче ходить в духе святом чем раньше я стал понимать стал обращать внимание на то что это после молитвы за меня помазанников божьих и когда я потом стал изучать вот смотрю в библию я вижу что это очень важно смотрите я прочитаю просто один стих вам я не знаю успели сегодня сказать должны будем закончить через время но вы посидите пожалуйста напрягитесь хорошо потому что сейчас слово и апостол павел говорит тимофею это 2 тимофея 137 благодарю бога которому служу от прародителей чистой совесть видео он себя идентифицировал с прародителями то есть вот вот это важно чтобы не обрезали и мы когда мы новая церковь кто нам там эти все пятидесятники там или там я не знаю там средневековые кто нам там нет он говорит я служу от прародителей какие бы они не были там павел соединялся с корневищем и мы должны быть сегодня соединены логат я ли я служу от прародителей чистой совестью что непрестанно вспоминаю вот послушал хорошую вещь когда мы не уважаем старшее поколение послушайте внимательно своих отцов или матерей мы лишаем себя их славы когда мы не уважаем там дети я уже не говорю что дети не должны там предки там или родичи там или кто это вообще запрещено потому что таких камнями раньше побивали в израиле древнем но там маму папу стесняться это вообще просто не не исключено мы должны благоговеть перед этими вещами и вы знаете он говорит когда мы лишаем когда мы отделяемся от старшего поколения или от родителей или от духовных отцов матерей то что они достигли что они познали мы лишаем себя этого она не придет автоматически мы отвергая их отвергаем их славу это что они достигли нам не принадлежит потому что мы пренебрегли ими но если мы принимаем своих родителей духовных отцов или наставников или старших то то что они достигли мы принимаем то что они достигли это становится мы становится продолжением этого мы создаем за частью этого и становится продолжением этого вы здесь да вот он говорит я служу от прародителей счистой совестью что непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью желаю видеть тебя вспоминаю в слезах твоих да бы не исполнится радости приводя на память лицемерную веру твою которая прежде обитала в бабки твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа небоязни, но силы любви и целомудрия. Павел знал веру Тимофея, он видел, но он видел, что у этой веры есть природа, и эта природа брала свое начало в бабки Евники, бабки Лаиде и матери Евники. То есть он видел ту же самую веру, те же самые традиции, которые перешли от бабушки, от матери к Тимофею. Я не знаю, кто был у Тимофея отец, я не изучал его историю по традиции, но написано, что он Элин был, да? Был ли он в семье или нет? Возможно, что он был хорошим мужем даже, я не знаю. Но почему-то вера была не в нем. Так же можно и по-другому, бывает в отцах вера, а в матери веры нет. Поэтому дети должны вычислить это, чью веру брать. Вы понимаете, нет? И поэтому Тимофей брал веру в правильном месте. У Лаиды и у Евники. И это была другая природа. На две вещи как минимум проходит вот эта импортация, передача. Тимофей принял всей своей природой всю природу веры своей матери и бабушки. Потому что он был в их мире. Он видел, как они молятся, он участвовал в вечерних молитвах перед сном, в традиционных молитвах за обедом, перед едой и так далее. То есть это было просто в мире варился, он пропитался верой матери и бабушки. Это тоже передача. Когда мы берем в свой мир учеников, и они просто с нами пребывают. Как Иисус Христос взял апостолов, избрал, чтобы были с ним, да? И они были с ним, они варились с ним, они видели, как он молится. Они спали, а он уже на молитве был. Они боялись, а он провозглашал. Они сомневались, а он бесов изгонял. Вот. Они плыли в лодках, они по воде ходили. То есть они варились в мире Иисуса Христа. И через это происходила передача. Понимаете? Нет? Слушайте. Ну, просто слушайте. И когда ты проводишь время с человеком, который с Богом ходит, и у него такое, ну, присутствие веры в его жизни есть, ты изменяешься, ты не можешь не изменяться. Вы понимаете, просто надо быть с ним. Вы здесь, да? Ну, вот я тоже иногда беру детей, чтобы с ними быть наедине. Чтобы наедине быть. Потому что через это происходит передача. И вот так вот на Тимофея пришло. Передача через вовлечение в жизнь веры. Но от Павла пришел дар Божий через рукоположение. Пришел дар Божий. Что это был за дар? Возможно, это был дар апостольства, который в него вошел. А возможно, это были дары Духа Святого, дары откровения и силы. Но здесь написано, что апостол объединил это и говорит, дар Божий в тебе через мою рукоположение. Значит, апостол Павел говорит, что... Что, как он сказал? Возгревай дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Значит, он должен был возгревать его. Дар Божий через рукоположение. И что же это был за дар? Дух, который был на Павле, он перешел на Тимофея. И что говорит Павел? Потому что Бог дал нам духа не боязни, он Тимофею говорит, а дух силы, любви и целомудрия, который был у Павла. Это он про свой дух говорит. Поняли? Он про свой дух говорит. На Павле был дух силы, любви и целомудрия. И он передал ему этот дух. Вы понимаете, да? Взяли это? Он говорит, вот тебе сейчас вот этот дух через мое рукоположение. Вы здесь, да? Не надо здесь научные термины, не надо здесь усложнять. Все просто. Это дух силы, любви и целомудрия, который был на Павле, перешел в Тимофея. И дальше он говорит такие слова, уже тоже в первом Тимофею. Он говорит, не нерадия пребывающим в тебе дарований. Что за Тимофея? Такой был юноша одарован. Которое дано тебе по пророчеству. Слушайте сейчас внимательно. Я о второй грани говорю сейчас. По пророчеству с возложением рук священства. Всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой был для всех очевиден. Значит, нужно было родить о даровании. Родеть. Слушайте внимательно. Дар перешел с пророчеством через возложение рук. Дар перешел с пророчеством через возложение рук. Я помню, за меня молился здесь Джонатан. Послушайте меня. Не пишите ничего. Не надо писать ничего. Запишешь, у тебя будет записной книжки. Возьмешь в дух, а то останется навечно. Встань сюда, подойди. И когда он молился за меня, я молился и возлагал руку. И он говорил, что я передаю то, что имею в себе, в тебя в двойной порции. Помните, да? Он пророк. Он нам говорил такие вещи, которые потом стали происходить. И он передавал. То есть была импортация. Чан молился. И он тоже говорил, что пусть будет вдвойне, даже втройне. Прозлашал. И другие тоже молились. Вы здесь сегодня? Вы думаете, это просто так? Напрасно? Проходит это просто так, нет? Или просто так дядя помолился и все, и ушло. Ничего не осталось. Если пророк или апостол молился, значит, что-то произошло. Как минимум, что-то должно было измениться в духе. Вливание какое-то должно происходить. Я к чему это говорю? Спасибо. К чему это говорю? Чтобы мы понимали, что когда мы приходим, и на молитву, чтобы прошла передача, мы должны понимать, во-первых, что это библейский. Абсолютно. Я еще вам покажу места. У меня сейчас нет времени об этом рассказывать. Я могу сейчас получил учение сегодня об этом. И нам нужно быть наученными принимать. Нам церковью нужно научиться принимать помазание. Понимаете? Быть голодными. Когда я первый раз, только первый вечер проповедовал там, на Дабалу-Элай, на собрание, а потом мы пришли в библейскую школу, в этот библейский институт. Я делился из свидетельства, из Духа в этот вечер. Я увидел сон. В ту ночь я увидел сон. Я там видел три сна. Очень сильных сна. Это как будто был разворот событий. Про одну и ту же тему, только разворачивался событие по части. И каждую ночь новая часть. Три птих, короче. Три части одной темы, три сна. И одной из честей я рассказал там, что я видел Духовного Него, как одну женщину, значит, враг, он схватил за волосы и как бы вытаскивал собрание. Я провозгласил эти вещи и сказал, что здесь есть женщина, которая получила от дьявола такую участь. И вышла одна женщина. Мы не собирались, потому что у них по традиции они молятся в конце уже всех лекций. за передачу. С пророчеством, с дарами Духа. А я не знал этого ничего. Она сразу вышла первая, встала вот так вот, стоит. И потом повалили тоже другие. И пришлось за всех вообще молиться. Там было больше, наверное, ста человек. И просто я, ну, в ситуацию попал в такую. И с пророчеством, потом дальше уже стало высвобождаться пророческое слово. И мы стали молиться просто, сходотальствовать за каждого человека. И они научены. Они голодные. Они подбегают. Они голодные. Служители. Я молился за пастора Хонга. И он упал на пол. И лежал, и принимал побазания. Потому что они все научены принимать передачу. И мы можем стоять такие гордые, крутые, да? Но мы же знаем, что мы не крутые. Но зато перед людьми вроде так ничего получилось. Понимаете, насколько это глупо. Насколько это глупо. Какая-то пустота быть перед людьми. Какая-то пустота вообще. Пойти сейчас повыступать, что ты крутой. И через пять минут, когда последний твой знакомый скроется из виду, ты останешься снова сам собой, не изменившись. И зачем тебе это надо? Зачем нам такая атмосфера здесь? Зачем нам такая культура, чтобы мы выглядели крутыми здесь. Друг перед другом. Зачем нам здесь такая атмосфера? Мы сами ее избрали, вы понимаете? Не избрали. Нас кто-то заставил это избрать. И этот кто-то, наш враг, это не друг. Дух Господний есть Дух Свободы. Вы здесь, вы даже о Минь сейчас боитесь говорить. Не заметили, нет? А что сосед скажет? Аминь, братья? Тоже сидят сразу. Раз. Я живу. Должен. Все это глупости. Надо очищаться, освобождаться от этих вещей. Вы здесь, да? Освобождаться, принимать просто от Бога. И я сейчас хочу тоже молиться за людей. Мы будем молиться сейчас все вместе, чтобы мы могли научились принимать. И поэтому вот здесь вот на поклонение, когда мы поклоняемся Господу, давайте будем славить. Может быть, у нас поклонение будет не полчаса, а час. Вы сразу приготовьтесь, сразу не прерывать, не смотрите на часы. Мы можем иногда час славить, может, больше, но приблизительно час. И когда мы принимаем от Господа и начинаем ходатайствовать, вы выходите, как будто бы все пусть исчезнет, все соседи исчезнут, пропадут брата, сестра. Ты и Бог, вот что тебя должно волновать. Вы понимаете? И когда приходит какой-нибудь помазанник или приезжает какой-то гость, или, я не знаю, просто не то, что какой-нибудь, если в сердце твоем откликается, что да, это тебе надо, то, что есть у него, я хочу это, вы понимаете? Что-то вот это богатство, которое есть в нем, я хочу его дух. Вы понимаете? И если он делает передачу, не просто молится за твою болезнь, а он делает передачу, импортацию, то тогда мы изменимся, если мы откроем сердце свое. Не просто как вот стакан дном вверх подставляешь, закрыл крышку, и вроде как молится, притворяешься перед людьми, трус, лицемер. А если ты открываешь свой дух, подставляешь свой дух под этот напор, ты получаешь благодать и благословение. За меня молился этот человек. Я сейчас уже новый, я приехал обновленный. Почему? Потому что за меня еще один помазанник молился. За меня пастор Хон еще молился, освежал меня вот с пророчеством. И этот пастор, и этот апостол рыночный, пророк, тоже за меня молился. Поэтому я сейчас свежий, я могу вам еще что-то свежего высвободить для вас. Вы здесь сегодня? Серьезно. Это очень серьезно. Но если вы верите, если вы не верите, вы ничего не получите. Поэтому мы должны пройти это учение. Вы понимаете? И дар перешел на Тимофея с пророчеством, с возложением рук. И о даре нужно заботиться и пребывать. Как пребывать? Как о нем заботиться? Скажите, как о даре можно заботиться? Пребывать в нем, практикуя его. И как? До какой степени? Чтобы другие видели успех и рост Твоего дара. То есть они будут видеть его чаще и глубже. Вот я вижу, в некоторых людях у нас в церкви и в ассоциации, в братстве, растут дары. А в некоторых я вижу, что они угасают. А в некоторых угасли вообще. Они вспыхнули и угасли. Нет успеха в даре. Вот здесь написано, чтобы успех твой в даре был очевиден, а нет успеха. Вот есть дар. Сны были, сдулись. Были откровения, сдулись. И крайне редко не заботится человек о даре. А есть дары у некоторых, которые хорошо растут. Во-первых, глубина увеличивается, широта и долгота. И чистота этих даров постоянно рабочая. Вот что такое живой источник? Когда ты не хочешь попить, не подставляешь, всегда свежая вода. Вот что такое живой источник. Приходишь к нему, все листва, все затоптано, завалено и не видно даже мокрого места. Все, нет источника. Победила его тьма. Затоптала его сатана. Понимаете, что-то ел не то. Не той пищей питался. Перестал. Усомнился. Наслушался. Наговорил. И дар угас. Нужно снова отрывать. Нужно снова поститься. Молиться. Господь, прости меня. Кровь. Прости. Очисти. Снова я хочу. Сегодня жажду, чтобы твой дар работал для церкви. Господь, снова верни мне сны. Верни мне видения. Верни мне откровения. Господь, верни. Пусть чистый источник бьет. Вы понимаете? Ну как таки будем жить, что ли? Раз в году морось. Тучка, тучка налетела. Туманчик принесла. Непонятно что. Сон про кошку. Понимаете? И вроде как хочется продвинуть его, что он от Бога. А вроде как никак его не приляпаешь никуда. Понимаете? А раньше сны видел. Человек, через которого Дух Святой показывал. Куда это все делось? Неужели Божья воля, чтобы забрать у нас это все? Опустошить. Его воля, чтобы ливень пошел. Его воля, чтобы дожди шли периодически. Поздний дождь, он изливает и изливает. Дождь должен идти в церкви. Дожди откровения должны идти. Мы сейчас будем молиться о дожде откровения. Но вы покаетесь. Не надо сейчас сидеть вот так вот и как бы, знаете, вот я крутой, что ты меня оскорбляешь. Покаяться надо. Чтобы дары работали каждый день. Скажите, каждый день. Каждый день должны работать дары. Каждый день мы читаем Библию. Каждый день молимся. Каждый день едим хлеб. Каждый день должны работать дары. Вы здесь? Не раз в месяц. Не раз в три месяца. Брат Роман, у меня было. Ну, что такое у тебя было? Так не должно быть. Просто было да было. Давай. Вот и все. Посылай. Хорошо. И смиряйся. Это не значит, что ты крутой, что у тебя там был. Вы здесь, да? Я буду заканчивать. Мы будем молиться сейчас. И я на этом закончу. Но есть принципы передачи. Значит, это разделение жизни, когда ты вводишь в жизнь. Это введение в мир духовной жизни, когда Илья Геезе, ну, Геезе, правда, прокис, протух человек. Не смог устоять в том, что было ему открыто. Ангелов видел в мириады, как пророк помолился. Но это не его был дар. Это был дар этого Елисея. Деление тайными знаниями, когда Иисус учил апостолов, наедине изъяснял все. Это тоже вводит, когда секреты Духа, тайны духовного мира открываются помазанным человеком. Как мне Таня передавала такие вещи, бабушка. И не обязательно должен быть пастор рукоположенный. Это может быть просто человек пророк, она пророком была, передавала пророческие вещи в тайне. Просто, как она по воздуху летала. Как она была однажды на острове, который вообще на карте не числится, а там люди живут. Вы сейчас вот слушаете, вам кажется, сказки, брат, роман, вы знаете, а я не просто верю, я знаю, что это есть. Для вас, если это сказка, вы душевные, а для меня это нормальные вещи. Понимаете? То есть, есть в мире Духа то, что в газетах вы не прочитаете, просто на элементарном служении. Вы должны войти в мир Духа, вы должны стать людьми за завесой. И Иисус сказал ученикам, что «Если я вам о земном говорю, и вы не верите, как вы поверите, если я вам буду говорить о небесном?» Вы понимаете? О земном не верим, а как о небесном поверим? Вот, поэтому сегодня, чтобы в небесное верить, надо быть небесным, быть связанным с небесами всегда, и не просто быть на собрании, а вы за собранием ревнуете, сегодня придете домой, перед сном, ночью, вставайте, я хочу поделиться, хорошо даже ночью вставать и молиться. Вот проснулись вы, ну что вам делать? В холодильник сразу идти. Ночью вообще, ну в холодильник идти. Постился же вчера. Имею право. Вот, но ты можешь помолиться Господу, открыть Библию, немножко почитать, прославить Господа и снова ложиться спать. Мы должны научить себя связанным с небом быть постоянно. У каждого из нас должна быть своя проща. Найдите свою прощу. Найдите так, чтобы Иисус вам с вами разговаривал. Найдите свой путь, как Иисус с вами говорит. Понимаете, мы только можем вдохновить, стимулировать вас, но у вас должен быть свой путь, как Иисус с вами говорит. Каждый день. Каждый день. И поэтому Иисус делился тайными знаниями от откровениями с учениками наедине. И передача помазания духовного дара при содействии пророчества и проявления Духа, это тоже происходит, как бывают формы и разные типы передачи. Как принимать дар или помазание? Во-первых, надо верить и знать об этом, что это воля Божья. Не бояться, не гордиться. Что он мне может дать там? Да что он мне может дать? Вот как рассказывал брат, что, говорит, когда был там в одном месте, где было пробуждение, вызвали на молитву, а там были дети некоторые. И, говорит, я подумал, я встал, пастор, а мне ребенок достался. Я думаю, что он имеет такого, что мне он может дать? Но, говорит, он ушел в транс. Потому что ребенок не себя передавал, он передавал помазание, которое на нем было, которое текло через него, через их церковь, которую они имели. И он увидел Иисуса, просто ушел, понимаете? Потому что не в ребенке было дело, а в том, что этот ребенок имел это соединение с телом, и через то, что было в этой церкви, через него текло свободно. Понимаете? И поэтому не надо смотреть на это. Бог может использовать кого угодно. Следующее, как принимать это, надо принимать, что когда Дух ведет в это, подходит к твоему призванию Духа, то есть ты видишь, что тебе это надо. Когда я слышал этого Божьего человека, который освобождал это, я понял, что он не бизнесмен, он пророк. Он это делает все ради Господа только. Господь ему там, про цветочки, про чайки, он нам подарил там женьшеньевый чай. Красивый, вкусный, вообще, я такого женьшенья не пил, такого чайника. Оно всегда было какое-то противное или горькое. Это такое качество высочайшее. И он сказал, у меня видение, чтобы мой напиток стал популярней кофе. Чтобы люди, которые будут пить, хотят кофе, мой напиток выбирали прежде, потому что он полезнее и сильнее по стимуляции и вкуснее. И я думаю, что он достиг такого результата. Я утром пью кофе, но я сейчас пью этот напиток. Ну, может быть, два дня только, три дня, три дня. Нет, я реально говорю, это очень качественный продукт. Дух Святой ему показывал, как это делается. Вы здесь? Как принимать? Открываться для вливания Духа в твой Дух. То есть открывать свой Дух, чтобы Бог вливал. Не просто за кого-то молишься, и просто ты льешь в стакан, а из него выливается фонтан. Как ты вольешь? Кто в кого вольет? Ты открываешь свой Дух, чтобы туда вливался Дух. И когда подзадя помолятся или с пророчеством или без, но ты веришь, что передача произошла. Ты смотришь не на чувства, не мурашки ловишь. Ты веришь, что произошла передача. Вот здесь? И когда ты получил, ты действуешь с верой, что ты получил, ты принял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok